В Москве в Большом Кремлёвском дворце с 26 по 29 декабря проходила четвёртая сессия Верховного Совета СССР. В правительственных ложах руководители Коммунистической партии и Советского государства. Доклад о государственном бюджете СССР на 1956 год и об исполнении государственного бюджета СССР за 1954 год сделал министр финансов СССР Зверев. После обсуждения доклада Верховный Совет единогласно принял закон о государственном бюджете СССР на 1956 год. На сессии был рассмотрен вопрос об обмене делегациями между Верховным Советом СССР и парламентами иностранных государств. Утверждены указы Президиума Верховного Совета СССР. 29 декабря. Заключительное заседание. С докладом о поездке в Индию, Бирму и Афганистан выступил председатель Совета Министров СССР Николай Александрович Булганин. Эта поездка, отметил товарищ Булганин, является ярким выражением миролюбивой внешней политики советского государства и достойным завершением 1955 года, богатого важными международными событиями. Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Никита Сергеевич Хрущев, в своей речи посвященной значению поездки в страны Азии, сказал В дружбе народов мира, могучий источник силы народов, преграждающих путь к развязыванию новой войны. Верховный Совет СССР единодушно одобрил деятельность товарища Булганин и Крущева во время их поездки в Индию, Бирму и Афганистан. У советских тружеников есть хорошее правило. За сегодняшними делами не забывать о завтрашнем дне своего завода. На Магнитогорском металлургическом комбинате имени Сталина недавно был обсужден проект шестой пятилетки комбината. По-хозяйски разрабатывая план на будущее, мартеновцы равняются на передовых металлургов, таких как Алексей Камаев. К концу года на его счету 1800 тонн сверхплановой стали. В тот день, когда наш кинооператор побывал на комбинате, Камаев, встав на вахту в честь 20-го съезда партии, закончил скоростную плавку на два часа раньше срока. Минские автозаводцы приготовили работникам лесной промышленности страны хороший подарок к Новому году. На главном конвейере заканчивается сборка лесовоза МАЗ-501. Новая машина сможет доставлять за один рейс 20 кубометров древесин. Первый автомобиль модели 1956 года сошел с конвейерозавода. В конце декабря ленинградцы радушно встречали американскую театральную труппу Эвремен Опера. В переводе это значит опера для всех. Американские актеры покажут советскому зрителю музыкальную драму Гершвина, Порги и Бесс. К микрофону подошел артист Лесли Скотт. От имени моих коллег и от себя лично я благодарю вас за приглашение в вашу страну. Эвремен Опера будет гастролировать в Ленинграде и Москве. В каких соревнованиях будут участвовать советские лыжники в 1956 году? Чемпион Советского Союза Леонид Федоров рассказал. Для нас, лыжников, большим событием этого года будут седьмые зимние Олимпийские игры, которые будут проводиться в январе 1956 года в Картино-Донтеццо, Италия. Команда лыжников нашей страны в количестве 39 человек будет впервые принимать участие в седьмых зимних Олимпийских играх. Но посмотрим, как проходили на Ленинских горах в последние 55-м году всесоюзные соревнования по прыжкам с трамплина. Шок хорош, но приземление неудачно. На трамплине Рудольф Выков. Его результат 60 метров. Молодой спортсмен из города Молотова завоевал первое место. Эти кадры сняты в декабре на полях Узбекистана. Где-то сейчас бушуют вьюги и лютуют морозы, а в совхозе Кок-Даля идет севзерновых. Уже в этом году заложена основа урожая будущего года. 27 декабря в Большом театре Союза СССР состоялся заключительный концерт Декада латышского искусства и литературы. На концерте присутствовали руководители партии и правительства. Произведение композитора Зареня «К новому берегу» исполняют все участники Декады. Декабря в Большом театре «К новому берегу» Павел Гордиенко находится сейчас далеко от дома. Он зимует на станции «Северный полюс-4». Но эти заботливо собранные семьей посылки принесут тепло родного дома в суровые просторы Арктики. И за праздничным столом полярники поднимут бокалы за здоровье своих родных и близких, за успехи в Новом году. Самолет отправляется на Северный полюс. Вместе с посылками зимовщики получат и этот традиционный подарок. 31 декабря на дрейфующих станциях зажгутся огни новогодней елки. Как бы не были хороши дни старого года, все спешат навстречу новому в 1956-м. Времени осталось мало. Многие в последние часы вспомнили о забытых или еще не сделанных покупках. Чуть не забыл. В такой спешке даже палка кажется елкой. А кое-кто слишком поторопился. Знакомая картина. Она повторяется перед каждым праздником. У нас еще есть время. Заглянем в дом звукозаписи, где монтируется новогоднее радиообозрение. Как видите, и здесь спешат. Не беспокойтесь, праздничную передачу вы услышите вовремя. И этот вальс прозвучит тогда, когда стрелки часов будут отсчитывать последние минуты старого года, когда зажгутся огни новогодних елок. Частливого года желанный приход Сегодня встречает советский народ. Пусть будут светлее и шире пути, Пусть каждый найдет, что хотел бы найти. И вальс, 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 вальс Звучит нас страною сейчас Вальс, вальс, вальс У нас и у вас в этот радостный час Вальс, вальс, вальс Звучит нас страною сейчас У нас и у вас в этот радостный час Редактор субтитров А.Семкин